Здравствуйте, с вами канал Насекомолюб. Судя по комментариям, вы очень уж истасковались по ответам на викторину. И сегодня у нас именно такой ролик. В конце ролика мы обязательно объявим победителя. Поехали! Но перед тем, как мы продолжим ролик, я попрошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Едем дальше. Первый вопрос звучал так. Какое из вышеперечисленных мной тогда насекомых планировало, чтобы спастись? Если вы ответите на муравья-древоточца, то вы абсолютно правы. Да, это насекомое так хорошо освоило планирование, что оно расправляет все свои шесть ног, рулит брюшком и планирует, чтобы спастись от хищника. К тому же оно, она передает феромон, который заставляет сказать и другим муравьям, что тут опасно. Да, и они делают точно так же. В общем, получается целый дождь из муравьев. Те, кто боятся муравьев, лучше их не трогать. Второй вопрос был о том, со сколькими трутнями может спариться пчела-матка. Если что, то сейчас на картинке обыкновенная рабочая пчела. Что ж, с этим вопросом были некоторые затруднения. И это был вопрос на засыпку. Кто, кто хорошо знал насекомых, сказал бы, что она спаривается только с одним трутнем. Те были бы абсолютно правы. Напишите в комментариях, были ли такие люди. Впрочем, это наш победитель, которого мы объявим в конце ролика. Едем дальше. Следующий вопрос был такой. Сколько муравьев в колонии муравьев-бульдогов? Если вы ответили, что в колонии муравьев-бульдогов всего тысяча особей рабочих, то вы абсолютно правы. Да, у этих грозных хищников, причем сами муравьи питаются нектаром, а вот и к личинке питаются мясом. Их всего тысяча в колонии. Что ж, этого хватает колонии, потому что они оснащены очень хорошим оружейным арсеналом. Посмотрите на их челюсти, на их глаза, на их жало, во всяком случае. Оно-то точно должно вас удивить. Оно очень большое. Так что этого им достаточно. Следующий вопрос звучал так. Сколько живет самка, то есть матка, черного муравья? А, всего... Если вы ответили на то, что самка муравьев-древоточец, ой, черного муравья, живет всего пять лет, то вы абсолютно правы. Ну и пока есть время, хочу предложить вам идею для следующего ролика. Муравей-зубометка. Тропический панорим. Как только не называют этого муравья. Кто бы хотел посмотреть его в деле? Это очень серьезный хищник. Следующий вопрос был довольно грустный. Отчего погибают многие пчелы? А я так любил пчел. Не волнуйтесь, не все пчелы гибнут. Просто они гибнут очень многими. Ну что ж, если вы ответили, что пчелы гибнут от пестицидов, то вы абсолютно правы. Ну и последним вопросом был... Какое второе название у бананового паука? У бразильского странствующего паука. Если вы ответили, что у него второе название бразильского странствующего паука Банановый паук, то вы абсолютно правы. Ну и наш победитель это Максим Королев. Что ж, видимо, только он один из нашего канала правильно ответил. Отвечайте многие, потому что я увидел только один ответ Максима Королева. И он был совершенно прав. Что ж, больше возможностей правильно ответить на викторину у вас не будет до конца этого лета. Ну что ж, друзья, на этом все. До встречи в следующем ролике. Пока-пока! Пока!